Руки необходимо обрабатывать тщательно. Обрабатываем внутреннюю сторону ладони, между пальцев, внешнюю сторону, большие пальцы и кончики пальцев. Обработка рук дезинфицирующими средствами, измерение температуры, получение медицинских масок и перчаток. Только после необходимых мер безопасности волонтеры приступают к работе. Элеонора Семеврагова полгода занимается добровольчеством. Говорит, сейчас как никогда чувствует потребность помогать людям. Она спешит в аптеку за инсулином, чтобы обеспечить лекарством одинокую пенсионерку Валентину Филипповну. Добрый день, я вновь в поездную группу по заявке 4048. Привезли вам инсулин и иглы. Спасибо. Они мне сразу ответили на мой вопрос, заявку составили. Жителям Самарской области старше 65 лет до 14 апреля рекомендован режим самоизоляции. Особенно это касается пожилых людей с диабетом, энкологическими заболеваниями, бронхиальной астмой, а также принесшим инсульты и инфаркты. Соответствующее постановление подписал губернатор Дмитрий Азаров. В Самаре ежедневно более 50 человек принимают заявки от пенсионеров и маломобильных людей, узнают, какие продукты и лекарства нужны, покупают товары и разносят их по адресам. В день, как правило, в среднем 2-3 человека, потому что зачастую они находятся в разных местах. И эта дорога по городу тоже занимает какую-то часть времени. Но у нас есть штаб логистов, которые рассчитывают путь, и по которым я, соответственно, передвигаюсь. Аптеки и магазины мы находим рядом с самим домом человека, который заполнил заявку. Организацией работы штаба занимается Самарское региональное отделение Общероссийского народного фронта «Волонтеры-медики» при поддержке Департамента по делам молодежи и Минобра науки Самарской области и Ресурсного центра поддержки добровольчества. Одинокие пожилые люди, нуждающиеся в покупке продуктов или медикаментов, а также оплате услуг ЖКХ, могут позвонить на единую горячую линию, номер телефона указан на экране, и получить помощь, не выходя из дома. Елена Марытина, Николай Сидоров. События.